Борцовский клуб На этом турнире Борцовский клуб представлял еще один боец – Максим Щекин. Во всех поединках Макс одержал убедительные победы и тоже стал чемпионом России. Следующее выступление Максима состоялось на турнире ACB по ММА среди профессионалов. И там Максим Щекин проиграл. Стоит отметить, что почти весь поединок Макс провел со сломанной рукой, получив перелом в первом раунде. Турал Рагимов успешно дебютировал в организации ACB, одержав уверенную победу в первом поединке. И теперь Турал ждет нового боя уже в рамках Гран-при. Следующим заметным событием в жизни Борцовского клуба стало то, что самый возрастной спортсмен клуба, 40-летний Мурат Балаев, получил долгожданный контракт с высшей лигой организации ACB. Заключение контракта стало возможно после того, как Мурат по профессионалам одержал 7 побед подряд. Два крайних боя Марат выиграл у очень серьезных соперников в организации ACB. Первый бой в младшей лиге Young Eagles и второй в высшей лиге ACB вне рамок Гран-при. Теперь Марата Балаева по прозвищу Мотиватор ждет титульная гонка. Кирилл Семенцов, менеджер Борцовского клуба, уже более трех лет не выступавший на соревнованиях, после возвращения со сборов в Америке, решил принять участие в турнире по боевому самбо, победитель которого получал звание Мастер спорта России. Кирилл давно мечтал об этом, и эта мечта, наконец, сбылась. Кирилл мастером спорта стал по боевому самбо. Я об этом мечтал вообще все время. Это моя крайняя цель была в спорте. Задача минимума чемпионом мира не стала. Это хотя бы минимум по трем видам спорта мастером выполнения. Неважно было особо там, так, пандоклетион, но главное, боевая самбо, потому что это наше достояние России. Если ты русской, занимаешься единоборствами, ты постоянно занимаешься, думаю, ты обязан быть мастером. Даже похудел. Молодец. Да, событий было немало, но неделя, о которой пойдет речь сейчас, была особо насыщенной. ACB 38. Ростов-на-Дону. Еще за два дня до турнира боец борцовского клуба Василий Палек не имел к нему никакого отношения. И вдруг получает приглашение принять участие в одном из основных поединков вечера против опытнейшего Расула Шавхалова. А произошло вот что. Выяснилось, что заявленный соперник Шавхалова из Америки не может принять участие в турнире и бой на грани отмены. Василий Палек не стал раздумывать и принял этот вызов, несмотря на то, что Расул Шавхалов имеет статистику побед 12-4 и успешно идет к титулу. Расул Шавхалов Расул Шавхалов Расул Шавхалов Расул Шавхалов Дёргай ещё! Не просто отходи! Аккуратно, аккуратно. Согни руку! Согни! Рывок делай! Вася, бей! Вот! Отвлекай руками! Очень заметно делать, думаешь, бегут. Нормально всё получается. Звучитный украй. Вася! Звучитный украй! Стойку! Этот бой продлился все отведенные раунды. Решением судей победил Расул Шавхалов. Но учитывая все обстоятельства, предшествующие этому поединку и уровень соперника, можно сказать, что Вася провел бой неплохо. Это отметили и организаторы турнира, предложив Василию дальнейшее сотрудничество. То, что я согласился в кратчайшие сроки на этот бой, это связано в первую очередь с финансовым вопросом, так как не всем бойцам получается зарабатывать именно просто боями, приходится еще другой день заниматься. Поэтому у меня были некоторые материальные затруднения, и я даже не раздумывая, не смотрел на никакой соперника, почему сразу же согласился на бой для того, чтобы как-то влагить свое материальное положение. Вот и все. Через пару дней другой спортсмен борцовского клуба Мамур Хандамов отправился на турнир «Файт Найтс» в Москву, где он попал в основной файт-карт. Турниры «Файт Найтс» всегда проводятся на крупных аренах при большом внимании зрителей и трансляциями на ТВ. Все это наверняка добавляет волнений Мамуру, ведь до этого он выступал только на небольших ММА-турнирах. Соперником Мамура Хандамова на «Файт Найтс» стал Аюб Гимбатов, одержавший в своих крайних боях пять побед подряд. В последнее время организаторам было сложно найти ему соперника, так как многие просто отказывались. Многие, но не Мамур. Амур, мини-серии хотят. Раз! Ноги в трассу? Не надо спиной разворачиваться! Развернись на него! Развернись на него! Закончили. 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 не дай ноги заправить мамур аккуратно хорошо хорошо гард 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 хорошо обними ногами попробуй поработай в партере теперь работай в партере теперь можешь работай в партере давай хорошо начни руки ноги на моныш нам у нас далось мало времени моя проходочка концов серии делай серии маму что-то серии не делаешь только разделы добавляю расстреливаю удар�� еще разовый это ты сможешь все силы последний Ты должен выиграть сейчас раунд Пол, ты его должен расфегачить Последний раунд, смешающий Давай до 100 Булубардур, давай Раз, два, вот, вот Так Еще Встречай, встречай Еще раз, так, да Будешь обыкать сейчас в 10-й школе Руку выси Ногу просто Амур, все силы Давай, да, обыкапши, обыкапши А нахер, нахер Давай 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 Обыкапши Надо бить его Эй Эй Давай 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 Не делало классным решением судей Победа вот в США Аю Кирилл Папа Бойсовский клуб Академии МРВЕИ Далее В этом бою Мамур Хандамов проиграл решением судей Это было его первое выступление на таком большом турнире, и Мамур уверен, что проиграл он, не сопернику. Буду там бить, и все. Надо быть внутри поединка. А ты на внешнее перевелся. Я не знаю, у меня как-то мысленно все уже там. Понимаете, вот как повернулся, уезжает кран. Сюда повернулся кран, блин. Он мне вообще, ну я не знаю, вообще не больно мне как. Ну да, вообще не больно. На следующий день тренер борцовского клуба Сергей Никитин отправился в Саратов, где на турнире ACB 39 от борцовского клуба был заявлен Сергей Сенкевич. Этот парень уже два года сидел без боев. Основной причиной такого соревновательного простоя был затяжной период травм. На этом турнире соперником Сергея стал Рустам Асуев, у которого за спиной были четыре победы в ACB подряд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первый раунд. Руки, руки тоже. Оп! До конца. Переведи, переведи до конца. Аккуратно, удушайся, Серега. Хорошо, хорошо. Да, 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 дергай. Оп! Сел на спину. Хорошо. Хорошо, пробуй. Поработай в партере, Серега. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, делай! Делай! Все, делай! Делай! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пробуй сейчас, Серега отсюда, да, да, пробуй, ну, да, Серега, надо одну, ногу просунь, Скручивание! Крути пятку! Обнял, обнял! a-a-a-a-a damn it, come on up with�이x3 Да, 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 работай так! Не залезай в борьбу, сейчас, да-да, yeah! Езбей, бей, бей! Не залезал работать сейчас, бей, бей! Давай, давай, бей, бей! Хорошо! Серега, надо, надо, надо еще! Аккуратно, сядь спокойно на него Продолжай бить Победу единогласным решением судей одержал Рустам Асулина Да, чего-то не хватило Сергею Сенкевичу для победы Лишь в третьем раунде он смог полностью включиться и этот раунд он выиграл Но первые два проиграл Итог не в пользу Сергея Ну сам расслабился, надо было заставить себя работать Я в нескольких моментах расслабился Отдал ему позицию, вот и все После болевых надо было бороться, а я не отдавал Были очки взял, экономил силы, думал, что силы останутся, чтобы потом взорваться А просто не смог, где-то здесь по сознанию не смог это сделать В общем, эта неделя для борцовского клуба была очень насыщенная Но нерадостная В этот раз соперники оказались лучше Конечно, можно было и не рассказывать про эту неделю борцовского клуба Все-таки три поражения подряд Возможно, здесь виноват тренер Возможно, сами парни переоценили свои возможности И им еще рано выступать на таком высоком уровне Но в любом случае и тренер, и спортсмены получили Неоценимый опыт и понимание, как двигаться дальше Сегодня на тренировку к нам пришел борцовский клуб Неймат, наш товарищ, менеджер И, пользуясь случаем, хочу его представить И парни вам тоже, наверное, потому что Вот сейчас эти бои, которые у вас были Это благодаря ему То есть Неймат, он в гуще событий, так сказать Бойцовских в СНГ И благодаря ему получилось так, что Вовремя отреагировали на такие экстренные предложения, так сказать Вот у Васи был бой на ICB В Васи и так подписан, в принципе, на ICB Но получилось так, что вот этот момент Который мог быть, что Вася в младшей лиге А была возможность выступить в старшей лиге И заработать деньги В Васином случае это как бы большая была необходимость И Неймат предложил Поэтому такая ситуация И Fight Night для Мамура Мамур еще на этом уровне не выступал ни разу Это первый его дебют на крупном турнире И могу сказать, что не так просто Мы пытались его устроить куда-то Не так просто все происходило Все были маленькие турниры Но он состоялся Поэтому вот это благодаря Неймату Благодарю тебя Так что будем дальше ждать предложений каких-либо Я думаю, что в дальнейшем у нас будет более интересных боев Более интересных предложений Я думаю, ребята покажут себя еще лучше на таком уровне Вот Также хотел поблагодарить Васю Вася согласился на бой за два дня до боя Это был очень такой мужественный поступок Потому что соперник был очень сильный Соперник за три раза, можно сказать, более опытный Который уже до этого проходил интенсивные сборы в Америке Также Мамур принял бой за неделю Также у него был очень опытный соперник Ребята проиграли, проиграли по очкам Показали очень достойный бой И организаторам тоже понравилось их выступление И в дальнейшем это у нас будет Кстати, хочу сказать определенный момент Что касается вот этих экстренных замен Вот Вася, да? Со стороны это кажется безумие Зачем было принимать решение Когда буквально два дня до боя Портить рекорд можно себе, легко Так Но в некоторых случаях это необходимый момент Ведь зачастую никто не знает Какая за спиной у бойца жизнь происходит И почему он поступает так или иначе И почему тренер вместе с ним поступает так или иначе Всему есть свои причины Это бывает иногда безумие А бывает объективность В нашем случае это объективность Необходимость финансовая Это раз Это возможность засветить себя в высшей лиге И попробовать себя сильным бойцом, кстати Это как бы и плюсы и минусы с одной стороны Но в то же время В случае с Васей по-другому никак В случае с Мамуром тоже Мы можем хоть 20-0 сделать на маленьких турнирах ему Но попадать на какой-то серьезный уровень Нам можно было только через принятие решения С соперником Мамура никто не хотел драться в тот момент И Мамур только решился Да, было мало времени, но Мамур всегда в форме И да, он проиграл Но есть определенный момент Что каждый из них сейчас, теперь Получает вновь шанс там драться Мамур на файтнайте Руководство организации Острыло внимание на нем И он понравился его бой Он очень достойно провел бой Против такого сильного соперника И с точки зрения, что касается Васи Там тоже парень шел Очень хорошей серией побед Вася не проиграл ему Он просто не выиграл Тот парень ему ничего не сделал, по сути Вася достойно отбился бой И он показал, что он может на высоком уровне играться И в случае нормальной подготовки Уже полномерной Он сможет сильных выносить И еще Боец растет только на соревнованиях Только в боях И иногда полезно проиграть Для того, чтобы познать себя И в нашем случае Парни познали себя Познали еще свои слабые и сильные стороны Будут расти И есть планка, к чему стремиться И они сделали хорошо И для борцовского клуба Потому что теперь Как бы дальше легче Показав себя хорошо Дальше легче других ребят предлагать Всем спасибо Тем временем Неутомимый Василий Палек У которого уже назначен новый бой Побежал искать себе спонсора И нашел Они плотненькие Полностью кожа С вентиляцией сделана Очень хорошо фиксирует запястье Что тоже немаловажно Она сделана По примеру Twins Имеет два слоя пены И более мягкую кожу А по цене, например? Здесь четыре Сейчас Twins стоит у нас Пять тысяч девяносто рублей Dangerous стоит Четыре тысячи девяносто рублей Они дешевле стоят Они дешевле Абсолютно правильно Да